всем привет рад вас видеть на моем youtube канале меня зовут ольга валентиновна и я тренер преподаватель по плаванию высшей квалификационной категории сегодня разберем самую частую проблему когда в нос попадает вода в момент прыжка а также момент скоростного поворота разберем сегодня 5 основных способов а вот работают они или нет вы узнаете уже в конце этого видеоролика поэтому обязательно посмотрите это видео от начала до конца и буду вам очень благодарна если вы подпишитесь на мой канал ну а мы с вами начинаем первый способ это стандартный когда мы ничего не делаем не выдыхаем через нос не используя никакие зажимы для носа первый способ не подходит второй способ когда мы выдыхаем через нос воздух момент старта когда мы выдыхаем через нос образуется воздушная пробка и из-за нее вода не попадает внутрь момент скоростного поворота мы выполняем то же самое резкий выдох через нос и вода также не попадет внутрь третий способ когда мы используем свою руку как зажим для носа третий способ не подходит ударилась обвода локтем и это было очень больно слишком медленно четвертый способ сам зажим для носа он надевается на дужки носа и выполняет функцию как будто прищепки все мои ноздри закрыты и вода точно не просачиваться внутрь в основном его используют синхронистки потому что они находятся вертикальным положением головы вниз и так как раз таки вода очень часто заливается в нос также используют и в плавни в основном спинистые потому что они находятся в горизонтальной плоскости и получается их нос он смотрит вверх и вода спокойно может затекать Если сравнивать другие виды плавания, это брасисты, кролисты, батисты, мы с вами находимся тоже в горизонтальной плоскости, но нос находится внизу, то есть идет обтекаемость и благодаря воздушной пробке, которую мы выдыхаем через нос, вода не попадает внутрь. А если спинисты сделают воздушную пробку, к сожалению, сам воздух выйдет через верх, поэтому спинистам вода всегда попадает в нос и в основном они как раз таки используют зажимы, надевают их и комфортно плавают. У меня для вас очень радостная новость. Теперь я тренирую онлайн. Такой формат подойдет для тех, кто устал от банальных тренировок, но хочет узнать больше новых упражнений, уже не чувствует прогресса, но знает о своих возможностях, нацелен на результат, но не хватает мотивации, хочет улучшить свою технику, но не знает как. В таком случае у меня есть для вас тотальный контроль прям на месяц, где я составляю индивидуальный план тренировки, общаемся с вами 24 на 7 и подправляем технику, которую вы снимаете в своем бассейне на видео. Круто, да? Скорее переходите по ссылочке в описании под этим видео, либо в закрепленном комментарии. А мы с вами продолжаем. Пятый способ – это губки бантиком. Пятый способ – это губки бантиком. Так как я сама спинист и плавала в основном на спине, я использовала такой способ. Я не использовала ни зажимы, ни все перечисленные способы ниже, а всегда пользовалась пятым, потому что у меня хорошие физиологические данные, моя губа может спокойно закрыть ноздри. Что я делаю? Я вытягиваю губы, далее просто носом делаю вдох. Этот способ реально работает, и он очень комфортный, и, к сожалению, подходит не всем. Я знаю, что вы сейчас попробовали этот способ, вы большие молодцы. У кого получилось, вы врожденные спинисты. У кого не получается, вы можете использовать ниже перечисленный этот зажим, либо выдох через нос. У меня, оказывается, верхняя губа очень большая и расположена близко к носу. Соответственно, я спокойно могу закрыть верхней губой свои ноздри, и вода реально не попадает внутрь. Спасибо большое, что подписываешься на мой канал, и не забываешь ставить лайки. Пока-пока! Еще увидимся!